ДИЗЕЛЬ С УЛИЦЫ Во-первых, я на 2 дня уезжал на отдых, в Устилеус ездил, я делал видео про это, в прошлом году тоже ездил, можете на канале найти. Не было 2 дня меня дома, я не мог делать видео. И когда я вернулся, у меня дома умерла кошка. И у меня просто всё это время не было настроения делать видео. Кошка умерла, такая хорошая кошка была, миленькая, такая добренькая, ласковая, 7 лет прожила всего. Заболела раком, не выжила. Печально очень. Хотя бы не придётся больше дверь для неё открывать. Ладно. Во-вторых, мы продолжаем играть с вами в «Как достать соседа» на геймкюбе. Консольная версия, да иди ты, курсор. Во-первых, я вебку поставил немного правее, потому что она там загораживала. В первой серии она немного загораживалась, теперь не будет загораживать. Продолжаем проходить. Одну секунду, как меня этот японский дизель задолбал на улице. Задолбал какой-то Ниссан стоит и работает, и работает, просто по ушам вянет. Так, короче, это сезон второй, на самом деле. Мы прошли его первые пять серий, которые в доме, и мы начинаем проходить уровни на отдыхе. Баффет, уровни из второй части. Короче, уставший Ротвиллер, уставший от пакости, и Вуди решает отправиться в Китай. Но Вуди вместе со съёмочной группой отправляется вслед за ним. Понятно, понятно, понятно. В-третьих, почему многие расслабились? Сейчас коронавирус идёт, а все что-то расслабились, перестали многие маски носить. А на самом-то деле хуже и хуже всё происходит. Вот этот уровень отличается тем, что здесь нет обучения, можно сразу делать всё, что захочешь. На самом-то деле всё хуже и хуже становится с каждым днём. Говорят, что вероятность заражения вирусом увеличилась в восемь раз. И если по 80 человек в сутки заражались, то сейчас более 100 в сутки заражаются. Мои родственники начали уже заражаться помаленьку. Ладно, сейчас не об этом. Вот такой вот уровень этой старой части, он отличается ещё тем, что здесь есть собака. Зачем сосед взял с собой на отдых собаку? Вообще фигула знает. Если никогда вы не играли в «Как достать соседа», но, надеюсь, таких людей немного, то, если вот в консольную версию хотите поиграть, вам будет не так просто понять, что к чему, потому что здесь всё на английском и будет сложно что-то понять. Так, с помощью стрелочек я держу предмет в руке. Ай, блин! Да что ж такое с... Вот привык, что я во второй части всё время кладу... Это, блин. Что всё время мыло кладу. И здесь решил так же поступить. Здесь не обязательно. Ну ладно, я надеюсь, что счётчик сейчас... Короче, не будем смотреть, как Ольга там бьёт его, потому что мы это все с вами видели. Мы быстренько положим мыло сюда. Быстрее, быстрее, уходи. Надеюсь, что мы сможем пройти на перфект... Это чисто, чтобы похвастаться. Никакую награду тебе за это не дадут. К сожалению. Ну и, в принципе, и фикс. Так, берём эту ложку... Чтобы взять спагетти. Во второй части на ПК и на Android... Там можно взять руками. Не надо никакую ложку брать. А тут поварёшку взять надо. Ну, ещё можно на шезлонге спрятаться. Пока версии этого не было. В К-версии там, вон... Шезлонг с сумочкой лежал в этом месте. На год мы прошли. Вот, ну, вроде бы не получили золотую звезду на этом уровне. А-а-а... Сейчас, секунду. Давай-давай-давай. Быстрее. Крузись. Да-да, сохраняем. Но золотая звезда почему-то здесь всё равно сохраняется. Хотя, на самом-то деле, мы не получили золотую звезду. Субмарин. Следующий уровень. Круз прибыл в Китай. Ольга со своим, блин, нафиг сыном отправились на пляж, и сосед пошёл вслед за ним. Ну и Вуди, в свою очередь, пошёл вслед за ним. Ещё одна просьба. Рустему какому-то там, на В фамилию у него. Всё время голосовые сообщения у него ВКонтакте пишет. Задолбал уже, честное слово. У тебя там то ли микрофон ужасный, то ли голос плохой, противный. Слушать как-то неприятно. Можешь текстом писать, или как-то говорить, я не знаю, чётче. Я в одном видео, пока доседа, тебя предупреждал уже про это. Нет, ты всё равно продолжаешь мне голосовые сообщения кидать. Перестань, пожалуйста, так делать, или я тебя забаню. А, стоп. Давайте-ка достанем этого дурацкого, блин, нафиг крабика, и... Да, здесь предметы держать намного сложнее, чем в ПК-версии. Да ё-моё. Вот на джойстике, на оригинальном геймкюбе, это ещё сложнее держать. Я попробовал на геймпаде поиграть. Это реально... там это реально сложно. Я всё время... У меня не получалось всё время. Этот уровень не отличается, тоже, кстати, от ПК-версии, тем, что здесь есть пакость с ракетами. Которая была на другом уровне, как в ПК-версии. Так, ну, дождёмся, положим крабика. Блин, а я ведёрко напомнил собой. Да, сосед тут пускает ракетой. Так, ждём, ждём. Здесь пакость с ракетами вместо пакости с граблями. Ну, давайте кладём и бежим нафиг отсюда. Эта пакость со временем и станет неактивной, поэтому надо было ждать соседа. Так, кладём плавник акулии. Наполняем ведро. Здесь сосед выпивает вот эту колу свою перед, перед сном. А ПК-версии он после сна это делал. Так, верёвку сцепляем. Вливаем сюда угорь. А затем, ой. Подпиливаем фигню всю эту. И прячемся в... В бочку. Ээээ... Бууу... Да, кстати, их напугается сейчас нафиг. А нет, это не акула была. Это была не акула. Вот, конечно, очень обидно, что... Просмотры на моём канале набирают только сосед. Более-менее набирает просмотры. Да и то, маловато набирает просмотры. Но больше, чем все остальные видео. GTA 5, прохождение на время откладывается, потому что чё-то... Не знаю, чё пошло не так, она у меня перестала запускаться. Просто нажимаю, идёт подключение там с игровыми службами Rockstar, и всё, даже ничего не происходит. Она просто не запускается. Когда в Steam нажимаешь кнопку закрыть, а просто не работает кнопка. Приходится перезагружать компьютер. Вот не будет прохождения, пока я не разберусь, чё с этим делать. Может быть, игра запустится, если я без интернета... Интернет отключу. Нафиг, ладно. Я ещё так не пробовал. Да и ничего не сломал себе. Прикольно, 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 прикольно. Так, следующий уровень у нас посложнее будет. Подиум. Подиум, once again. Твиллер следует за Ольгой всё это время. И направляется к великой китайской стене. Этот уровень был в оригинальной ПК-версии, но здесь он гораздо сложнее. А тут, в принципе-то, все уровни сложнее. Но интереснее. Он сложнее тем, что с этой стороны нету лестницы. Поэтому приходится мимо соседа проскальзывать на цыпчиках, пока он в туалете сидит. Блин, придётся подождать соседа. Там её уже не успеют проскользовать. Надо подождать, пока он зайдёт в туалет, и тогда уже... Всё, пошли. Раскальзывать мимо него. Пока сосед чем-то занят, можно на цыпчиках пройти мимо него. Чтобы вопросы не задавали, а что будет, если не на цыпчиках пройти? Это не получится сделать. Я обычными кнопками, как крестовины, управляю, он идёт на цыпчиках. Вот я сейчас иду, управляю... Так вот, вот он идёт. А если, когда сосед чем-то занят, он будет идти на цыпчиках именно. Это он сам уже будет. То есть... Я надеюсь, вы поняли, короче. О, блин, ненавижу эту игру. А, хотя нет. Не придётся долго искать картинки. Это у нас в Удибу. Здесь надо начинать с туалета. Маслёнку. Здесь он, кстати, сначала на велосипеде катается. Причём он, кстати, красный. В оригинальной ПК-версии он был зелёный. И потом идёт на арбузы. В ПК-версии он сначала на арбузы, потом на велосипед. Ещё одна мини-игра. Когда будет в некоторых укрытиях... Вот такая вот мини-игра. Надо удерживать шарик, чтобы он не выпал за пределы этой доски. Если он вылетит за пределы доски, мы выйдем из укрытия. Пчёлки висят над туалетом. И Вуди, на удивление, их достать не может. Я бы достал. Ладно, не успею. Давайте подождём его. Так, нет, мне надо проскользнуть мимо. Ооо, да. Намазал и будет красная жопа. Чулки соскользнули. В ПК-версии чулки в фольгиной сумочке были. Их было гораздо легче достать. Чулки нам нужны для того, чтобы механизм починить тут один. Для того, чтобы работали колонки. Генератор починить надо. Вот что. Только колонки не работают. Звук в этих колонках. Надо починить бы их. Звук в этих колонках ужасно громкий. Здесь это причём делается через мини-игру. ПК-версии... Её там не было. Короче, не буду смотреть, как он там нервничает. Я сам недавно нервничал. Думал, что я мужик. Я смогу смерть кошки как-то без слёз там пережить. Всё такое. Нет, на следующий день я жёстко психанул. Рассказывать про это лучше не буду. Таким ядром-то по пузу это... Это гораздо жёстче, чем здесь. Так, прячемся сюда. Короче, если вы хотите наперлик это всё проходить. Если вы не смотрели прохождение, то... НЕТ! Фух, как мы... Как я успел, а? Успели, мы успели. Груто. На той картине чувак на соседа похож. На самом деле это не он. Магир, по-моему. Да, таких звуков аж на уши, на голову картину. Очередной уровень Pro 1 на Perfect, не будем слушать эту музыку. И перейдем к следующему уровню. У нас еще там сколько там уровня? Это четыре, по-моему, штуки. Я постараюсь их побыстрее пройти. Кайт. Этого уровня в ПК-версии не было. Ольга наведывается часто в душ, а сосед смотрит аккуратненько за ней. Опять снова пляж, все такое. Надо научить Ротвиллера отучаться от такой привычки. Да, я понимаю, что это интересно, но это неприлично. Как достать соседа? Кайт. Здесь много новых пакостей. Такого уровня ПК-версии не было. В какой-то там демо-версии Social Media Life Production зачем-то сделали демку. Непонятно зачем, если... И где... В этой демке, кстати, была реклама. Вуди возвращается. Ой, чё это за... Ну, вы не видели, я видел. Помехи в мониторе. Так, здесь опять мини-игра. Бесячая, она мне не нравится. Может быть тут сосед? Давайте попробуем сосед. Нет, не сосед. Тогда собак. Нет, и не собака. Монстр? Попугай? Попугай! Есть! С помощью этих кусачек непонятных. Гирлянду надо взять немного. И вот в той демке, которую они сделали, там был уровень первый самый обучающий. Он там абсолютно ничем не отличается. И уровень... Попробовали сделать уровень кайт, но у них не сильно получилось, на самом деле. У них из новых пакостей получилось сделать только вот эту вот пакость с вот этим вот, куда надо ракеты положить. Делать я этого пока не буду. Мы попозже это немного сделаем. А почему бы и нет? Давайте прямо сейчас это сделаем. Ракеты сюда положим. Только эта пакость была в том уровне. Остальные пакости были те же. Мы их уже видели. Ну, еще полотенце было. С пандой. Так, на... Воздушного змея на этот гирлянду. Да, вот эту вот пакость они только смогли тогда сделать. А сосед слепой, что ли? Он что, не видел, что ли? Что... Там ракеты были. С помощью пилы подпиливаем фигню. Сюда мы кладем капкан. Ой, на капкан-то прыгнуть. Это же вообще жопа. Как больно. Так. Я забыл угря достать. Да, сосед реально, походу, слепой. Так, кладем ледышку с огоньком сюда. Сосед тоже, видимо, огонь отличить не может от воды. А, угря достать надо с помощью перчаток. Правда, вы... Вот я ведь на вине-игру смотрю, а Вуди ничего не делает. Просто стоит. Короче, не буду смотреть, как она его там бьет. Все мы прекрасно знаем, она его все время одним и тем же способом бьет. Одна и та же... Ой-ой-ой. Блин, как это тяжело, а? Ооо, ха-ха! Где криков, воплей? Ничего нету. Сложно представить, какая спина там у него сейчас после капкана. Причем он плюхнулся туда прям. Да, огонь от водички тяжело отличить. 22 минуты записываю уже. У вас 123. У меня 20... У меня... Ну, у меня тоже 23 уже все. Еще один уровень прошли. Наперед! Не будем слушать музыку. Переходим к следующему уровню. Гонг. Гонг, гонг, гонг. Дверь закрыта, да. Кто раньше все время кошки дверь открывал. Эх, жалко ее. Жалко, жалко. Бонусный уровень открыт. Вот, меня, кстати, недавно спрашивали, как открыть бонусный уровень. Надо просто проходить игру, желательно на Perfect. И будут со временем... И будут просто со временем сами по себе открываться эти бонусные уровни. Я этот уровень пока не буду проходить. Это попозже. Другой серии. Гонг, гонг. Следующая остановка. Великая китайская стена. Вновь. Не буду это все читать. Я... Вот, говорила мне мама, учи английский в школе. Учи. Да. Ну что-то я в англий... Ну что-то я по... В английском все равно шарю. Вот раньше в ПК-версии надо было из автомата медведя достать. Сейчас это... Сейчас для этого надо монетку добыть. Здесь, в этой дурацкой мини-игре. Что у нас тут? Ребенок? Сын Ольги? Нет. Попугай? Нет. Капитан? Нет. Бармен? Да, бармен. Монетку добыли. А, блин, я не смогу уже достать медведя. Пока. Там сосед. Ну ладно. Сын Ольги почему-то здесь. Не знаю, кто хлопушки додумался ему дать. Ваза здесь вот эта вот зеленая. В ПК-версии она белая была. Вот вспомню в какой-то русской версии, когда сосед на ПК, вот здесь на щите все по-русски было написано. Это немного странно, потому что в Китае нелогично немного это все. Так, давайте достанем медвежонка. Кстати, здесь еще над автоматом мигалка красная есть. В ПК-версии мигалки не было. И если вот здесь с этой мини-игрой провалить, то мигалка начнет мигать некоторое время. Так, возьмем вот этот жир непонятный, противный. Подставку для зоника сюда ставим. Так, нам надо достать хлопушку. Обменяем ее на медведя. Медведь это всяко лучше, чем эти дурацкие хлопушки. А хлопушки мне пригодятся. О, хот-дог прям положу. Ножницами как-то аккуратненько подрезаем. Так, бусы, чтобы они сразу не рассыпались. Не знаю, как можно так сделать. Положу кирпичик сюда. Теперь ждем соседа. Надо помазать вот этим говном вазу. Потому что, когда я помажу, во-первых, чашка станет пустая. В ПК-версии этого тоже не было. И пакост может стать со временем неактивной. Там шкала будет синяя. Да, сосиску от хлопушки тяжело отмечить. Все. Бежим. Бежим. Надо еще и заново наполнить эту чашку. В ПК-версии не нужно было ее заново наполнить. И вот эта вот вся грязь стечь может еще. Но, к счастью, мы этого не допустили. Это добавляет в игру доли реалистичности. Кстати, вы помните первой серии прохождения? Там же была эта... В первых уровнях в доме соседа там... За... Без кирпичных стен там было видно улицу. И причем там ночные уровни есть. Ночь за окном. Все такое. В уровнях из второй части... Они не сильно отличаются от ПК-шных. Ночных... Ночных уровней из второй части нет. Ну, я бы посмотрел, кстати, на уровни из второй части, которые ночью сделаны. Но их, увы, нет. К сожалению, их нет. А было бы прикольно, если бы они сделали. Через месяц выходит... Говорят, что 28 июля выйдет ремастер, как бы, соседа. Мы обязательно на него посмотрим. Обязательно. Надеюсь, он будет лучше, чем та демка, на которую мы с вами посмотрели. Демка не очень удачная получилась. Управление неудобное. Ну, говорили, можно бы под себя будет настроить. Но я бы, конечно, был бы рад. Там мышкой было бы, можно было бы управлять. Потому что там управление реально неудобно. Есть большой риск врезаться во что-то мелкое и застрять. Это особенно страшно, если убегать от соседа. Да, там можно от него убегать. Бегает он быстро и... Обязательно где-то придется спрятаться. Ватерскай! Ладно, давайте эти два уровня пройдем и закончим. Ватерскай. Сосед всегда... Идет за Ольгой и отправляется опять на пляж. Все такое, все такое. Собака представляет. И... Ватерскай. Здесь... Вместо пакости с ракетами, которая была на другом уровне, Появилась пакость с грабля. Поменяли пакости. Обменяли пакости на уровне. Просто получается... Сработчики игры. Нет, не бармен. Не бармен. Монстр? Ольга? Бык? Не бык. Капитан? И не капитан. Сосед? Сын... Сын Ольги? Нет. Да. Сын Ольги. Так, быстро берем эти очочки. Дурацкие. Куда ты, блин, нафиг пошел? Зачем? Зачем ты туда пошел? Совсем, что ли, офигел? Ты зачем пошел туда? Я не... Я не хотел, чтобы он пошел. Я нажал клавишу вниз, и он зачем-то вниз пошел. Ну что из-за хрень? Блин. Вот не знаю, кто может додуматься поджечь петель очками слепого повара. Не знаю, кто до этого может додумать. А, блин, сосед там же. Не получится толком. Так, а если я грабли просто положу, без травы, без водорослей, то что будет? Я хочу посмотреть. Я не помню уже. Я знаю, что пакость не сработает, но просто хочу посмотреть, как это все выглядит. Давай. Проглядел, наверное. Ну, он, наверное, просто взял и убрал грабли с дороги. Так, прибиваем лыжи, чтобы он не покатался. Кладем башку и сваливаем. Фух, как мы успели. Камеру кладем. Блин, надо палочкой медузу взять. И медузу эту сюда положить. В маску эту непонятную. Страшную. Теперь кладем грабли на землю и, наконец-то, покрываем их водорослями, чтобы их не было видно. Ну, повар слепой не может велосипедную камеру отмечить от суши. Хотя, если очки у него не отобрать, он сразу заметит, что это не суши, а что попало и выбросит. Ой, медузы, это же жесть. Так, а тут спрятаться-то негде. Негде. Ну, и фикс. Ух, я забыл, что он сюда идет. Я думал, он туда пойдет. Я что-то не подумал. Он туда не ходит. Просто так. Господа, как задолбали эти драгрейсеры на улице. Давай, давай, быстрее, быстрее. ОDad, здоровее. Что сейчас? ААААААААААААААААА... АААААААХ... Блин, вот это реально классно было. Да, гуд, потому что я потерял жизнь. Себя бы не потерял, было бы перфект. Стараюсь все проходить на перфект, но не получается. Я, кстати, серию с ванной. Так, открылись еще уровни. Перепрошел за кадр. Вот, на звезду. И последний уровень на сегодня это Гарпун. Артвиллер отправляется домой с неудачей. Неудачно не получилось у него Ольгу завоевать. И теперь отправляется домой. Так, волосы. Волосы. Чувак мочил волосы жиром, и они уже отходят от него. А, он туда же спускается. Блин. А, я рекламу взял. Рекламу с монстрами. Так, здесь два раза встречается эта мини-игра. Блин, 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 блин. Сторожный. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Синема монстр. Нифига себе, тут кинотеатр еще есть. Это я обалдел от такого. Давайте сразу жир из этих волос выльем. Чтобы поскользнуться можно было. Клеим вот этим вот непонятным. Динамит. Приклеим. Так, рекламу с монстрами. Приклеим на бинокль. И вот этот блохастый ковер сюда. А пес у него где, на корабле все это время, что ли, был? Непонятно. Ой, сорян. Что это за аттракцион тут непонятный на корабле? Попробую достать яблоко. Да не получается у соседа достать-то яблоко. Почему, интересно, у этого яблока точки белые? Так, красную ленту я взять забыл ее. Берем скорее ленту. Резину, господи, какую ленту. В реальной жизни вдруг бы разорвало бы. Такие это уже не шутки. Сосед у нас такой вот бессмертный. Так, резинку эту тягучую сюда. И ведерко сюда. Что, поверил, что ли? А почему штанга упала не сразу? Законы физики тут какие-то... Неестественные. Да? А почему? А почему? А почему? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Безину не видно совсем. Чё, в шопу прям, что ли, воткнули? 40 минут уже что-ли прошло нифига себе прошли мы 7 серий 7 уровень вот ведром по голове то это больно хотя ему штанга на голову падал это же еще ужаснее ладно на этом стоит завершить эту серию стоит ее нам на этом завершить сохраняемся обязательно и ладно на этом короче все всем огромное спасибо за просмотр с вас лайкос подписался с меня и печеные видосы подписывайтесь на мой запасной канал который изменить скоро свое название и группу вконтакте всем пока а